Всем привет, друзья! Это альтернативный сюжет про Омни-Мэна из мультсериала Неуязвимый, который пришел в мир One Punch Man и пошел против всех героев С-класса. Интересно? Тогда подпишись на канал и поставь лайк этому видео. А с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Итак, Омни-Мэн. Настоящее имя Нолан. Родился на планете Вильтрум и является сыном Аргала, вождя Вильтрумитов, и неназванной женщины. Когда он был молод, Аргал был свергнут Тедусом, который больше не верил в насильственные методы Вильтрумистов. Затем Вильтрумисты организовали Империю Вильтрум, которая руководил Трак, и Нолан решил помочь Империи завоевывать планеты. Нолан показал себя способным воином и добился такого успеха, что стал командиром своего отряда. Вирус начал уничтожать популяцию Вильтрумитов, и Империя решила воспользоваться замедленным старением и проникнуть в общество людей. Нолан решил взять на себя эту миссию и полетел на Землю, чтобы выполнить свою задачу. И вот так Нолан попал в мир Ван Панчмана, где существует ассоциация героев, которая борется со всякой нечистью. Омнимен решает внедриться в эту организацию, и уничтожая монстров, он привлекает к себе внимание ассоциации и становится героем. Со временем он уничтожает сильных монстров, чей уровень угрозы является драконием. Он постепенно поднимается до высших классов, и в итоге становится героем С-класса. У организации, конечно, есть вопросы, где же он был все это время, но они не уделяют этому внимания, потому что после его появления монстры даже высокой угрозы не становятся проблемой. Омнимен пробивается до самой верхушки ассоциации и становится номером 2 в С-классе. И судя по тому, как он уничтожает монстров, ему недолго осталось и до первого ранга в этом классе. Неважно, в какой части нашей планеты появляются монстры, узнав, что есть монстр высокого уровня угрозы, он моментально летит на место и уничтожает любого монстра. Даже когда другие герои сражаются против каких-то монстров, он моментально летит к ним и ликвидирует их. Именно так Омнимен и стал героем Земли, которого все начали любить. Так он внедряется в ассоциацию героев. Омнимен чуть ли не стал символом мира, наравне с Кингом и остальными героями С-класса. Два года защищал Землю, но потом он решил, что пора, пора уничтожать всех защитников Земли для дальнейшего завоевания. За эти два года он внимательно изучал всех героев С-класса, кроме Бласта, так как тот сего прибытия на Землю ни разу даже не появился. Это его настораживало. Но потом он подумал, что скорее всего того нет уже в живых. Даже героя номер один в С-классе он посчитал ничтожным слабаком, ведь он даже мысль не допускал о том, что кто-нибудь на этой планете может быть сильнее него. Омнимен придумывает план по захвату этой планеты и в первую очередь он решает избавиться от сильнейших героев. Он летит в штаб-квартиру Ассоциации Героев и вламывается в главный офис начальства во время важного заседания. Щичи встает и спрашивает у него. О, Омнимен, что за встревоженность? Что случилось? Омнимен затыкает его, схватив за горло. Все члены организации были в недоумении и не понимали, что это нашло на него. Омнимен яростно посмотрел на Щичи и спросил у него, «Где находится Бласт? Скажи, или я порву твою глотку?» Щичи не мог и слова сказать, так как Омнимен сильно схватил его за горло. Тот расслабляет хватку и дает ему отдышаться и просит его немедленно рассказать, где герой номер один. На что Щичи отвечает, что от него два года уже как нет вестей. «Значит, моя догадка была верна. Даже если бы и нет, он бы не составил мне проблем. Зовите сюда всех остальных героев С-класса. Немедленно!» Щичи в шоке от происходящего. Омнимен отпускает его, и Щичи берет телефон, подбежав к столу. Он звонит и просит, чтобы герои немедленно явились в штаб-квартиру ассоциации. Спустя полтора часа все герои С-класса, кроме Бласта, Кинга и Геннесса, собираются в главной комнате заседания героев. Все герои в недоумении и не понимая, для чего их всех позвали. Татсумаки бесит то, что там нету Кинга, и спрашивает, почему его здесь? Нет, раз уж всех собрали. Бэнк говорит, что неужто явилась та самая угроза всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шибабава. Все герои задумались, а что если так? С тех пор ведь появился корабль пришельцев, но с ним они легко справились, и не похоже было, что речь идет об этом. Все герои были на нервах, и тут стальная бита заорал. Эй, а где это все? Какого черта нас позвали? Где начальство? Где они пропадают? Все остальные задумались, и вправду, уж слишком там было тихо, и с тех пор, как они там собрались, никто их даже не встретил. Стальная бита в бешенстве решает подняться наверх к начальству, чтобы узнать, почему те так задерживаются. В этот же момент потолок пламывается, и рядом со стальной битой приземляется Омнимэн. Бита и остальные герои отскочили, и были в недоумении. Придурок! Какого черта ты творишь? Еще бы чуть-чуть, и ты бы проломил мне череп! Тебе родители не рассказывали про дверь, а? Омнимэн молча на высокой скорости нападает на Тацумаки и выбивает ее из здания. Все герои были в шоке и не понимали, какого это черта Омнимэн напал на нее. Тацумаки приходит в ярость и создает вокруг противника психические оковы, которые обездвиживают его. Но тот слегка почувствовал воздействие ее силы, и тут же сорвал ее атаку своей аурой. Тацумаки поняла, что тот даже особо и не почувствовал ее силу, и она решила использовать прием посильнее. Но тут Омнимэн полетел на нее с невероятной скоростью, что та даже не успела среагировать. К счастью, она окружила себя барьерным щитом. Из-за этого она не пострадала так сильно, хоть и еле сдержала его атаку. Этот удар откинул ее на несколько сотен метров, и та пролетела через здание и ударилась об землю. Она была в ужасе от его силы. Она знала, что он сильный, но не представляла, что настолько. Омнимэн летит к ней и приземляется. Тацумаки поднялась на ноги, и телекинезом она пытается скрутить его вместе с землей, и в итоге она скрутила целый город, чтобы задержать того хотя бы на несколько минут в надежде дождаться остальных героев. Она понимала, что это его не остановит. К удивлению, на него телекинез подействовал, но ненадолго. Тацумаки кашляет кровью и не может его больше сдерживать. Омнимэн прорывается через землю и летит к ней. Он хватает ее за руки и впечатал ее в землю. Он раскидывает ее по сторонам, разламывая все части ее тела. Она кричит от боли и пытается воспользоваться своей силой, но она уже бессильна и не может ничего сделать. Омнимэн впечатывает ее в землю и подходит к ней, чтобы окончательно ее добить, но внезапно сзади него появляется световой флэш, который на высокой скорости замахивается на него своим клинком. Омнимэн замечает его атаку и уворачивается от его клинка, который слегка задел его, сделав маленький порез на щеке. В этот же момент Омнимэн бьет его кулаком и откидывает, но флэш быстро встает на ноги и осознает, что его противник не уступает ему в скорости. Решил предать нас? Ха, очередной охотник на героев? Что, тоже захотел стать монстром? Тебя ждет то же самое, что и предыдущего клоуна. Флэш на высокой скорости подлетает к Омнимэну и применяет свою смертельную технику световой разрез, но тот просто отбивает его атаку размахом кулака и бьет его прямо в живот. Тот начал кашлять кровью, но это не останавливает жестокого Омнимэна. Он со всех сил бьет Флэша в груди, пронзает его, он выбрасывает его в сторону и движется к Татсумаке, но тут сзади он слышит крик темноблеска, который бежит на него с кулаками. Омнимэн летит на него и поднимает воздух, потом сильным ударом бьет его и отбрасывает его на сотни метров. Омнимэн каждый раз подкидывает его и откидывает своими сильными ударами, и потом он вкладывает всю силу в один удар и бьет темноблеской со всех сил. Тот падает на землю, снося людей вместе с машинами и зданиями. Омнимэн приземляется и прямо по дороге он идет к темноблеску, чтобы добить его. К удивлению, темноблеск все еще в сознании, но из-за боли и всех сломанных костей он даже не может сдвинуться с места и даже слово сказать. Его натренированное и блестящее тело, все в крови. Омнимэн, проходя через какой-то магазин, видит очень странного паренька, который просто стоит с пакетами в руках и смотрит на него. Он смотрел, как будто бы ничего и не случилось, и вовсе не удивлен его силой. Это разозлило Омнимэна, и в ярости он подходит к этому парню и говорит, чего тот уставился, на что тот ответил, что просто так. Это еще сильнее разозлило Омнимэна, и он решает ударить этого парня. Он замахивается на него, но внезапно на высокой скорости из магазина что-то вылетает и останавливает его удар, до того, как тот успел ударить этого паренька. Хм, Омнимэн, вы, конечно, герой С-класса, и я не знаю, что на вас нашло, но даже если все герои земли хоть пальцем постараются дотронуться до моего учителя, я всех испепелю. А? Геннесс, так ты его знаешь? Эй, ты, ты че, решил украсть мою капусту? А? Итак, в момент, когда Геннесс остановил удар Омнимэна, направленный на Саитаму, который даже не знает, что за мужик пытался его атаковать, он отвлекает свое внимание на Кинга, который выходит из того же магазина. О, Кинг, наконец-то ты пришел, ты нашел ту самую игру, о которой говорил. А? Кинг видит Омнимэна, который стоит напротив Геннесса и Саитамы. Он заметил, что Геннесс держит кулак Омнимэна. Он насматривается и понимает, что все эти разрушения, это скорее всего дело рук Омнимэна, который удивился, увидев Кинга, и резко отпрыгнул назад. Какого черта тут делает Кинг? Он что, знает этих слабаков? С тех пор, как я прибыл сюда, единственный герой, которого я опасался и которого считал опасным, это он, Кинг, сильнейший человек на этой планете. Но Омнимэн уверен в себе и не сомневается, что он сможет с ним справиться. Мотор Кинга начал грохотать и Омнимэн напрягся из-за этого. Он смотрел на него и не знал, что от него ожидать. Так как Кинг единственный герой, о котором он ничего так и не смог узнать за два года нахождения на этой планете. Кинг успокоился, так как вспомнил, что там есть Сайтама, и когда он с ним, ему ничего не угрожает. Даже герой номер два из С-класса. Кинг сделал серьезное лицо и сказал Сайтаме, что он взял то, зачем они пришли. Омни мэн говорит, что они ему не равня и разберется с ними за минуту. Генос, чего это он пристал? Плевать, он поднял руку на мастера, и я остановил его. Ясно. Сайтама, что будешь делать? Так мы идем домой или нет? Учитель, прошу вас, оставьте его на меня. Я разберусь с ним. Он никто, чтобы тратить ваше драгоценное время. Сайтама соглашается с Геносом, и Кинг вместе с Сайтамой идут домой, чтобы сыграть в новую игру, которую купил Кинг. Эй, Генос, слышь, ты только не задерживайся тут, мне нужна будет твоя помощь в приготовлении на Б. Вас понял, учитель. Сайтама вместе с Кингом направляются домой, но тут Омни мэн приходит в ярость и кричит за кого они его держат. Генос полетел на него и атаковал шквалом огня. Омни мэн успел отклониться от его удара, но потом Генос исчезает с поля зрения. Омни мэн наглядывается по сторонам, и в тот момент, когда он поднимает голову вверх, там оказывается Генос, и он ударом ноги вбивает его в землю. Омни мэн буквально сразу встает Львейт Омни мэна. Он хватает руку Геноса и вырывает ее, потом берется за вторую и делает то же самое. После кидает Геноса в здание и летит за ним, чтобы добить его. Но внезапно что-то ударилось об него. Сзади происходит взрыв, который отбрасывает его в сторону. В эту же секунду в него летит что-то и бьется об его лицо. Это вырванные конечности Геноса, которыми он может управлять удаленно. После они летят к Геносу и он восстанавливается. Консервная банка. Это все на что ты способен? Жалкое зрелище. Омни мэн сразу летит к нему на невероятной большой скорости. Он хватает Геноса за ногу и бросает его в здание. Тот не успел даже долететь как он бросается в него и ударом пробивает Геноса через целое здание. Генос получил много урона из-за атак Омни мэна. Он падает на землю и тот летит к нему и начинает бить его. Так сильно, что Генос не может даже сдвинуться с места. Все его кибернетическое тело разламывается. Омни мэн пробивает защиту Геноса и добирается до его реактора. Простите меня, учитель, я так и не сумел стать сильнее. Я подвел Омни мэн тянет его реактор и пытается вырвать из его груди. Но внезапно его ослепляет сильный свет, который исходит от ядра, который начал заряжаться. Генос решил взорвать себя вместе с ним, так как у него нету другого выбора. Омни мэн начинает вырывать реактор из его груди, но в эту же секунду Бэнк атакует Омни мэна и откидывает его от Геноса, который увидев, что ему на помощь пришли герои, отменяет самоуничтожение. Генос, извини, что так задержались. Можешь дальше не беспокоиться. Мы разберемся с ним. На поле битвы вместе с Бэнком также прибыли атомный самурай. Остальные герои остались в штабе, чтобы защитить руководство Геройской ассоциации, так как они не знали, что еще ожидать. Омнимэн смотрит на этих героев и говорит, что они ничтожество и что он пришел захватить их мир. Я захватывал много миров. И знаете, вы являетесь самой легкой добычей. Изначально я думал, что возможно мне будет нелегко справиться с героями, которые могут справляться с сильными и огромными монстрами. Но на деле оказалось, что вы жалкие слабаки, которые ни на что не способны. Хм, как я и думал. Так это ты, угроза всему человечеству, о которой говорила предсказательница Шибабава. Что ж, кем бы ты там не был, мы уничтожим тебя. И отомстим за героев, которые пали в бою. Бэнг используют свою дыхательную технику, после которой он становится намного сильнее и быстрее. Он на высокой скорости бежит на Омнимэна и атакует его сильнейшим ударом с ноги и подбрасывает его вверх, после чего он подпрыгивает и забивает его в землю. Омнимэн пытается отлететь от Бэнга, но тот в ярости догоняет его и начинает бить его по лицу сильнейшими ударами. Но это не останавливает Омнимэна, который блокирует удар Бэнга и схватив его за шею, швыряет его, но Бэнг не падает и встает на ноги. Он предлагает атомному самураю напасть сзади, в то время, когда он будет отвлекать его. Самурай соглашается и обходит его с фланга, в то время, как Бэнг побежал на него. Омнимэн летит на Бэнга и они сталкиваются и происходит большая взрывная волна. Над ними поднялся дым и невозможно было что-либо разглядеть, но потом он рассеялся и было видно, что они оба были ранены и лежали на земле. Бэнг пришел в себя и крикнул самураю, чтобы тот поскорее добил Омнимэна, пока тот не встал. Атомный самурая подошел к Омнимэну и хотел разрезать его на атомы, но вместо этого он разрезал камни. А, какого черта? Куда он делся? Неожиданно Омнимэн наказывается зади него и пытается ударить его кулаком, но самурай замахивается своим мечом в попытке разрезать Омнимэна, но тот хватает этот мяч и пронзает его сердце, потом разрывает его на две части и бросает на землю как мещок с мусором. Бэнг в шоке и не может поверить своим глазам. Он еле встает на ноги, истекая Омнимэн слегка улыбается и говорит, что этот мир не единственный, которого он покоряет и что существа, которые были в тех мирах, были намного сильнее, чем жалкие людишки. Тем временем мы перемещаемся в дом Кинга, где он и Сайтама играют в игры, которых они купили. Кинг выигрывает у Сайтама и тот говорит, что больше не хочет играть, так как очень проголодался. Кинг, как думаешь, почему Геннесс так задерживается? Не знаю, может, по пути он встретил монстров и поэтому он так задерживается. Хотя Омнимэн тоже очень силен, как-никак, он ведь герой номер два в С-классе. А? То есть ты хочешь сказать, что Геннесс может ему проиграть? Сайтама говорит, что боится за Геннесса, вдруг его опять разорвут на запчасти, и поэтому предлагает Кингу пойти и узнать, все ли с ним хорошо. Кинг попытался отговорить его, но это было бесполезно. Сайтама и Кинг вышли, чтобы найти Геннесса и убедиться, что с ним все хорошо. Далее мы перемещаемся на поле битвы, где уже большинство героев С-класса пали от рук Омнимэна, который собирается захватить весь мир Ван Панчмана. На поле битвы остался лишь один Пэнк, который и так еле стоит на переломами и поврежденными органами, из-за чего он кашляет кровью. Омнимэн медленно и зловешно начинает идти к нему. Бэнк с последних сил пытается удержаться на ногах. И тут Омнимэн подходит к нему. Смирись, это конец и ничто вас не спасет. Он замахивается кулаком и со всех сил пытается ударить Бэнка, но неожиданно на высокой скорости, что Омнимэн и Бэнк даже не заметили. Появляется бывший охотник на героев и бывший монстр Гарроу, который останавливает удар Омнимэна и с легкостью ломает ему руку, просто ржав кулак, после чего бьет его коленом прямо в живот и ударом с ноги пробивает его сквозь несколько зданий. Бэнк Бэнк очень удивлен увиден и не мог поверить, что это его бывший ученик. Гарроу, неужели это ты? А ты запыхался, старик? В этот момент Бэнк теряет равновесие, но Гарроу подхватывает его и смягчает падение. Старик, думаю, тебе нужно чуть-чуть отдохнуть. Ты держался молодцом, а теперь настало время твоего бывшего ученика. Бэнк был очень удивлен, услышав такое от Гарроу, который ранее обился против всех героев. Но после того, как Сайтама спас его от всех героев С-класса и не признал его монстром, он все переосмыслил и понял, что он ошибался все это время. Гарроу приподнимается и смотрит в сторону Омнимана, который вылезает из-под обломков и, встав на ноги, он подлетает к нему, но не может атаковать его из-за серьезных ранений после ударов Гарроу. Видимо, я ошибался. Все-таки есть на этой планете достойные соперники. Я впечатлен. После этих слов Омниман на высокой скорости летит на Гарроу и бьет его кулаком, но тот блокирует его удар и в ответ бьет его по лицу. Омниман отлетает вверх и падает на землю. Гарроу подбегает к нему, хватает его за шею и наносит сильные удары по лицу. Гарроу в ярости продолжает бить его. Омниман пытается вырваться, но у него ничего не получается. Внезапно они слышат голос, который доносится сверху. Они поднимают взгляд и видят бородатого здорового старика в одежде вильтрумитов. Омниман узнает в нем Конквеста. Это один из величайших и сильнейших воинов вильтрума. Гарроу смотрит на него в недоумении. Вот это позорище! Тебя назначили представителем вильтрумайтов на этой планете с обязательством подготовить ее к предстоящему захвату. Цель моего визита оценить твои успехи и как я сейчас вижу таковых нет. Теперь мне придется перенять твои полномочия. Оказать сопротивление в таком состоянии ты конечно не сможешь но даже если просто попытаешься помешать мне я тебя уничтожу вместе со всеми этими жалкими людишками. Гарроу бросает окровавленного Омнимена в сторону и с уверенностью подняв голову он посмотрел на Конгвеста. Ты следующий. Итак Гарроу отбросил Омнимена который еле может встать на ноги а появившийся Конгвест наблюдает за этим с воздуха. Жалкое ничтожество вижу тебе повезло что смог пройти естественный отбор раз землянин смог так легко расправиться с тобой. Конгвест ты прибыл сюда чтобы убить меня а после лично захватить землю и их похвастаться перед драгом так ведь? Какой доходчивый что я уничтожу тебя вместе с этими жалкими букашками эй вы вам не кажется что вы уже заболтались а? Гарро встает в стойку и готовится к атаке после Конгвест полетел на Гарро и ударил его своей правой железной рукой которую Гарро откинул и ударил своей левой но Конгвест не почувствовала этот удар и ударил его в ответ Гарро смог ускользнуть от его атаки он понимает что этот мужик намного сильнее чем Омнимэн и он решает драться с ним всерьез он откидывает свою ногу поднимает свои руки и встает в стойку воспользоваться техникой кулака дробящего камни его бывший учитель Бэнь приоткрывает глаза и увидев Гарро он улыбается так как радуется тому что его бывший ученик перешел на светлую сторону и стал защищать героев а я ведь знал что не все потеряно я знал что в тебе есть человечность благодаря сайтами ты смог ее высвободить Гарро постарайся продержаться хотя бы до появления сайтамы Бэнг теряет сознание из-за полученных сильных ранений тем временем Конквас летит на Гарро и пытается ударить его ногой но Гарро уворачивается и ударив его своей правой ногой впечатывает его в стену разрушенного здания жалкая букашка как ты посмела я тебя уничтожу нахрен Конквас вылезает из-под обломков и встает на ноги но как только он это сделал Гарро бросается на него и бьет его кулаком дробящим камни Конквас не успевает от него отвернуться и улетает прямиком в здание разрушая столбы он падает на пол и начинает кашлять кровью неожели на этой жалкой планете есть человек способный противостоять мне ты силен но недостаточно я вырву твои кишки и засуну их в твою пасть Конквас опять встает на ноги после удара Гарро и в ярости он летит на него раскидывая обломки в здании он вылетает оттуда и кричит Гарро тварь тебе от меня не сбежать а сбежать старик а ты смешной смейся пока можешь ублюдок это будет твой последний раз да я просто вспомнил о том что меня один малый всегда звал стариком теперь увидев старого хряща я понимаю не такой уж я все таки старик конквист взбесился и побежал на гару чтобы ударить его со всей силой своей железной рукой гару встречает его удар своим кулаком и буквально разламывает его железную руку на мелкие куски гару второй рукой бьет его по лицу и откидывает на несколько десятки метров конквист падает на землю без своей правой механической руки ах ты тварь что старичок уже не так весело внезапно на высокой скорости омниман летит на гару и отбрасывает его подальше от конквеста я понимаю что мы не лучшие друзья но сейчас нам нужно разобраться с ним что что тебе мешает перейти на его сторону и пойти против меня я ведь хотел убить тебя вместе с ним да я об этом думал но одному мне с ним не справиться как говорят земляне враг моего врага мой друг поэтому нам нужно действовать вместе давай убьем эту выскочку а после уже разберемся конквест соглашается с омниманом и они решают вместе расправиться с гару который тем временем вылезает из-под облонков после удара омнимана он смотрит по сторонам и видит героев павших от рук омнимана гару смотрит на бездушные тела и его окутывает ярость он вспоминает свое прошлое когда он охотился за героями и избивал их до смерти он понимает насколько ужасны были его поступки он смотрит на омнимана и конквеста и все что у него в голове это остановить их гару яростно и мрачно начинает идти к омниману и конквесту он поднимает голову и смотрит на них те двое вздрогнули увидев глаза гару которые стали жутко красными гару моментально оказывается за их спиной и резким ударом он швыряет обоих в обломки какого черта я даже моргнуть не успел неужели он превратился в монстра в монстра что ты несешь гару после того как увидел бездушные тела павших героев и обычных невинных граждан пришел в ярость но вместе с этим у него в голове было то что нужно остановить этих пришельцев и защитить оставшихся в живых людей ярость и желание защищать людей стали одним целым и гару который казалось бы из-за ярости и желания и мести должен был превратиться в монстра как было раньше овладел силой монстра но сохранил разум человека так гару становится намного сильнее игры кончились вам конец омнимен говорит конквесту что им нужно действовать сообща и быть осторожными иначе им не справиться с гару но конквест не согласен с ним и он решает отступить конквест говорит что не намерен умереть от рук какого-то землянина гару бежит на омнимена и атакуют его сильным ударом тот выдерживает его удар и атакуют гару в ответ и пока они дерутся конквесту удается улететь с поля боя эй конквест куда ты летишь чертов трос что твой дружок оставил тебя гару бьет омнимена прямо по лицу и откидывает на несколько сотен метров сквозь обломки омнимен встал на ноги и полетел на него и ударил двумя кулаками после он возвращается и вновь летит на него но как только он приблизился к нему гару отворачивается от него и схватив его за ногу швыряет в землю вот же черт омнимен встает на ноги истекая кровью а гару наблюдает за ним и удивляется тому что он сумел встать после стольких серьезных ударов и ранений омнимен понимает что у него мало шансов против гару но он не собирается сдаться и верит в то что он сможет убить гару далее мы переносимся на планету вильтру в замок тракга куда приземляется только что сбежавший с земли конквест он идет к императору тракгу и упав на колени он докладывает ему что на земле они потерпели поражение трак встает со своего трона и говорит ему хочешь сказать что вы потерпели поражение каким-то землянам вы двое сильнейших воинов вильтрума кстати где нолан это был один человек и да он убил нолана я еле смог отступить тракг был в шоке и не мог поверить в то что один человек мог справиться с его сильнейшими воинами он решает собрать всех своих воинов и направиться на землю чтобы ликвидировать эту угрозу и самому лично захватить эту планету далее мы перемещаемся на землю где все это время омнимэн дрался с гару нолан был весь в крови но он держался на ногах а гару удивлялся тому что тот не собирается сдаваться гару скрешивал свои зубы и сдерживал свои силы как мог чтобы не дать вырваться монстру внутри себя он не хотел убивать омнимэна если бы он дал волю своим эмоциям то давно бы это сделал даю тебе последний шанс либо ты сейчас же сдаешься либо ты пожалеешь что явился сюда да я только начал внезапно на высокой скорости что-то падает на землю омнимэн и гару отходят и не знают что это только что было дым рассеивается и омнимэн видит танк конквеста который со стонами пытается встать на ноги жалкий трос как ты посмелся врать мне омнимэн удивляется и не может поверить своим глазам он не ожидал увидеть императора вильтрума драг император что вы здесь делаете этот кусок дерьма сказал мне что ты мертв и помимо этого он рассказал мне что вы не могли справиться с одним землянином вот я и решил сам наведаться и решить эту проблему у меня все было под контролем да откуда вы только беретесь свалите отсюда иначе пожалеете как страшно бежим и спотыкаемся тебе конец щенок как ты меня назвал ублюдок ты сраный траг приказывает своим воинам атаковать Гарроу 10 воинов полетели на него и решили атаковать все вместе я вас предупреждал Гарроу встает в боевую стойку и первого же вельтумита который полетел на него хватает за руки и разрывает его на части со вторым он делает то же самое третий подлетает к нему и Гарроу прямым ударом руки продеревил ему голову а остальных резкими и молниеносными ударами он разорвал на мелкие куски Гарроу поднокровным взглядом посмотрел на трага и сказал ему кажется ты у них самый главный тебя ждет то же самое что и остальных готовься ублюдок и так Гарроу яростно смотрит на трага императора вельтума который прилетел на землю чтобы лично расправиться с человеком который сумел победить его сильнейших воинов ну и но я и представить не мог что какой-то землянец может быть настолько силен хватит с меня ваши болтовни Гарроу резким движением бросается на трага но ему навстречу летят солдаты трага которые прикрывают его Гарроу применив технику кулака дробящего камня разрывает на части нескольких солдатов одним ударом не успевает он приземлиться как его встречает омнимен который со всех сил бьет Гарроу по лицу и откидывает его назад и впечатывает в обломки разрушенных зданий Гарроу поднимается на ноги и смотрит на них после полученных ранений Гарроу приходит в ярость и на высокой скорости подбегает к омнимену и бьет его коленом и откидывает его после чего бьет по лицу сильным ударом и также откидывает омнимена но тот на удивление смог выдержать удар Гарроу тут подключается император Трарак который летит на Гарроу и бьет его в грудь двумя кулаками после чего Гарроу летает назад но смог встать на ноги Трак удивляется увиденному так как он не ожидал что после такого удара что он сможет стоять на ногах хе-хе-хе-хе устоял после моего удара ну конечно ты расправился с одними сильнейших моих воинов что я сам разберу хе-хе-хе-хе-хе-хе из-за того что он соврал насчет гибели Омнимэна который оказался на самом деле жив Конквей встает на ноги и приходит в себя не император я виноват перед вами но я не могу стоять в стороне позвольте мне помочь вам трек понимает что их противник очень силен и он разрешает Конквейсту вступить с ними в бой но он предупреждает Конквейста что он еще с ним не закончил будьте начеку не расслабляйтесь в эту же секунду на Конквейста налетает Гарроу и бьет его кулаком по лицу и сбивает с ног после он встает над ним и схватив за шею начинает избивать его сильными ударами Конквейст выплевывает свои зубы вместе с кровью он теряет сознание но Гарроу продолжает ломать ему лицо и тут с криками сзади подлетают несколько витрумитов и атакуют спину Гарроу а Гарроу как ни в чем не бывало даже не почувствовав их удары поворачивает свою голову назад зловещим взглядом посмотрев на них он бросает Конквейста и набрасывается на одного солдата которому он сворачивает шею второй солдат кинул на Гарроу свой кулак но тут хватает сворачивает и отрывает его солдат кричит от боли но Гарроу резким ударом разрывает его на части остальные солдаты в шоке от увиденного и нереально напуганы кроме одного солдата который полетел на Гарроу и ударил его по лицу Гарроу хватает его за шею и начинает жестоко душить но тут Омнимэн вместе с Трагом летят на Гарроу и синхронно бьет его ногами сквозь тело своего товарища разрывая его пополам Гарроу получает удар и отлетает на несколько десятки метров Омнимэн и Траг замечают Конквейста который весь в крови с разбитой рожей пытается что-то сказать Омнимэн подходит к нему и встает перед ним Нолан это ты помоги помоги мне Омнимэн отпускает свой взгляд на Конквейста и резким ударом с ноги разбивает ему голову ты покидаешь естественный отбор Нолан зачем ты это сделал я лично хотел с ним разобраться ну да ладно нам нужно разобраться с тем сушеством не похоже что он просто человек раз уж обладаю такой невероятной силой подождите куда он делся внезапно Гарроу оказывается за Омнимэном и пытается его ударить но почему-то он останавливается а Трак заметит его кричит Омнимэну что тот сзади после чего бьет Гарроу кулаком и откидывает от Омнимэна Гарроу поднимается на ноги но ничего не предпринимает он просто стоит на месте с отпущенной головой Трак думает что зацепил его своим ударом и поэтому он так стоит но Омнимэн говорит ему что если он смог встать на ноги значит он не особо почувствовал его удар да что ты несешь Нолан ты просто посмотри на него хоть он и смог встать на ноги он разбит и подавлен он понимает что ему уже некуда деться Гарроу понимает что он перешел черту и дал волю ненависти он понимает что если так продолжится то прошлая история может с ним повториться а точнее превращение в монстра он боится что опять причинит боль невинным героям и обычным людям Нолан нам нужно немедленно атаковать его пока он этого не сделал хорошо вас понял внезапно происходит большой взрыв ударная волна которого отбрасывает Омнимэна вместе с Драгом где-то в городе Зет я так ждал этой распродажи хорошо что я успел забрать мясо для Набе Кинг как ты думаешь он до сих пор сражается с тем усатым дядей а? надеюсь нет ведь Омнимэн является номером два после бласта то есть ты хочешь сказать что у Геннесса нету шансов против него к большому сожалению да что ж ты блин заранее мне не сказал его скорее всего уже раскинули по всему асфальту Сайтама и Кинг неподалеку услышали сильный взрыв Кинг ты тоже это слышал? как думаешь это Геннесс? думаю да но Сайтама ты уверен что нам стоит туда пойти? Сайтама убеждает Кинга что не обязана туда пойти так как там может быть Геннесс а без него Набе не приготовить а еще Сайтама боится что мясо просрочится он думает что если не приготовить Набе сразу из свежего мяса то оно не будет таким вкусным каким должно быть и так Сайтама и Кинг незамедлительно побежали в сторону взрыва который оказался не так уже далеко спустя несколько секунд Сайтама добрался до места взрыва где увидел большой столб дыма дым рассеялся и Сайтама видит Генна состоящим в эпицентре эй Геннас слышь ты чего это тут устроил учитель что вы здесь делаете так мы с Кингом за тобой пришли тебя долго не было если честно я думал что тебя скорее всего опять разобрали на запчасти Сайтама видит неподалеку Омнимана вместе с Трагом Геннас рассказывает Сайтаме что его уже победили и что ему пришлось отправить сигнал на дрон чтобы тот привез ему запчасти чтобы восстановиться и пополнить запас оружия пока Геннас все это рассказывал Сайтаме на место также прибыл и Кинг который очень тяжело дышал я я уже думал что не добегу сюда о Геннас так ты тут и мы тут не одни Нолан это еще что за клоуны кибердемон Геннас я уже разобрался с ним но похоже он смог восстановить свое кибернатическое тело а те двое не может быть это Кинг это самый сильнейший человек на этой планете и да я еще не вступил с ним в бой так что я не знаю на что он даже способен будь начеку ты не сказал мне кто тот лысик Омнимен говорит что не знает кто это и что видит его впервые на самом деле они уже встречались когда Сайтама выходил из магазина вместе с Кингом и Геннасом но Омнимен не воспринял его всерьез и поэтому говорит что не знает его так как не помнит этого Сайтама замечает за Омнименом и Трагом Гару который лежит в бессознании и просит Геннаса посмотреть туда Геннас это ведь Гару Гару да учитель вы правы это бывший охотник на героев Гару но как он здесь оказался он хоть живой вот черт эй вы ублюдки это ведь вы с ним это сделали эй лысая башка а ну иди к черту и не мешайся под ногами а ты Кинг правильно покажи на что ты способен ах вы твари как вы только посмели так назвать мастера Геннас не смей их тронуть даже пальцем я сам с ними разберусь решил помереть героем что ж я тебе это устрою Сайтама медленно идет в сторону Трага и Омнимена но тут Траг полетел на Сайтаму обычный удар Сайтама встречает кулак Трага обычным ударом после чего от Трага остается лишь красная кровь которая хлынула в сторону Омнимена да что ты такое с одного удара куда я черт возьми попал ах ты ублюдок лысый я уничтожу тебя а как ты меня назвал вот черт и так сайтама вместе с кингом прибыли на поле битвы и увидели генста вместе с императором вильтрума Трага и Омнимена сайтама уничтожает Трага после того как он решает напасть на него после чего сайтама идет к Омнимену и пытается его добить но его прерывает нечто которое падает рядом с ними все были в недоумении и не понимали что это кроме Омнимена похоже на космическую капсулу из этой капсулы неожиданно на высокой скорости вылетает боевой зверь и сильнейшим ударом откидывается и тому на сотни метров учитель вот черт как я мог его не заметить генос после атаки боевого зверя сразу нападает на него он не успевает попасть по нему как зверь встречным ударом булавой впечатывает его в обломки кинг который стоял неподалеку был в шоке из-за происходящего вот черт ну где же сайтама почему он не возвращается кусок металлолома это ты что ли расправился со всеми вильтрумитами неужели сам трак пал от рук такого слабака генос в порыве ярости кричит что уничтожить его за то что он посмел ударить учителя он заряжает свою огненную пушку и стреляет зверя который отлетает на несколько метров он как ни в чем не бывало встает на ноги и стряхивает с себя пыль и зловечно улыбается ой как больно зверь смотрит в сторону геноса и замечает что в обломках лежит нолан он же омнимен нолан какое посмешище ток что ты здесь делаешь я искал трага но не смог его найти из-за того что вы все прилетели на эту планету узнав это я решил полететь за ним я хотел сразиться с трагом но как вижу этому теперь не бывать я надеялся что он сможет дать мне достойный отпор но раз он пал от рук каких-то землян думаю я ошибся в нем чего ты смеешься ты не ошибся насчет трага просто на этой планете есть сушество намного сильнее всех нас вместе взятых включая тебя омнимен нервно смеется над боевым зверем генос а где сайтама я что-то уже волнуюсь не знаю но я сейчас испепелю этих гадов генос атакует зверя но тот встречает его своей булавой которым он пьет прямо в лицо и ломает часть лица геноса тот был в шоке от его скорости и силе размаха звер настолько быстро ударил его что генос не смог даже заметить этого но это не останавливает нашего геноса и он целится на зверя и применяет испепеляющую пошку происходит большой взрыв после чего поднимается большой столб дыма понятно значит там откуда вы пришли тоже есть монстры генос уверенный в том что он уничтожил зверя целится вон это конец внезапно из-за своей спины он слышит смех зверя твоя атака не смогла даже подпалить мою шерсть и это все на что ты способен генос на высокой скорости поворачивается к нему и в попытке ударить его сам же получает слишком большой урон от его сильных ударов он понимает что в одиночку ему с ним не справиться и он зовет на помощь кинга который все это время неподалеку наблюдал за происходящим о помочь вот же черт блин мне ничего не остается кроме того как убежать отсюда но я не могу оставить геноса мотор кинга зерекатал и все на поле битвы услышали это кинг черт плохо дело это еще что такое это мотор кинга сильнейшего человека на земле если мы слышим этот звук это означает что он готовится к атаке будь бдителен омниман поднимается на ноги чтобы избежать свою смерть он понимает что раз уж мотор кинга зарокатал ему нужно держаться от него подальше он говорит зверю что им нужно действовать вместе чтобы попытаться хотя бы убежать оттуда после этих слов зверь поворачивается к нолану и говорит ему чтобы тот убежал если настолько боится кинг значит надеюсь ты сможешь утолить мою жажду битвы которой мне так не хватало все это время я продел по вселенной в поисках противника который смог бы дать мне достойный бой надеюсь нола не ошибся в тебе о вот черт сайтама где же ты кинг не пользуйся своей ультимативной волновой пушкой ты заденешь героев и весь город напротив себя услышав эти слова боевой зверь провел языком по своей морзе в предскушении битвы против кинга и как только боевой зверь начал двигаться к нему неожиданно сверху атаковал герой с класс остальная бита боевой зверь отражает его атаку своей булавой бита приземляется на землю и начинает орать на омнимэна предателя который на протяжении трех лет выдавал себя за героя да еще и заодно с монстрами омнимэн говорит что это необычный монстр из земли а пришелец совсем из другой планеты как и он стальная бита отвечает что ему плевать на это и что он намерен выбить из них всю дурь боевой зверь незамедлительно нападает на биту который со всей силой встретил его своей битой но зверь схватил его руку и сильно сжав сломал ее и ударом с булавы откинул его в этот момент гена с помощью ракетных ускорителей на своих ногах летит на зверя и бет его в туловище но тот ничего так и не почувствовав хватает руки геннесса и выдергивает их из этих же рук выходят энергетические молнии которые окутывают зверя тот кричит от боли но быстро привыкает к ней и как ни в чем не бывало хватает кибернетические руки геннесса и сжав их своими здоровенными лапами превращает их в лепешку геннесс остается без рук но он не намерен останавливается геннесс продолжает атаковать зверя но все без толку боевой зверь намного превосходит геннесса в скорости и в силе в это время из-под обломков поднимается стальная бита и моментально оказывается за спиной зверя и пытается его ударить но тут внезапно он сам получает сильнейший удар в корпус от омнимена так спасибо что отвлек их пока я переводил дух как бы мы ни старались нам не справиться с кингом еще тот лысый парень которого ты откинул когда вырвался из капсулы тоже невероятно сильный это он убил драка что какой лысый парень о ком ты говоришь я не мог открыть люк из-за жестокого приземления поэтому пришлось вырваться оттуда я даже не обратил на него внимания но раз он улетел от моего удара и до сих пор не появился значит он слабак и то что он смог убить драка говорит лишь о том что тот был слабее него как бы там не было я пришел сюда за битвой и даже если мне суждено умереть я хочу чтобы это произошло от рук достойного противника нападайте уже стальная бита встает на ноги и бежит на омнимэна но боевой зверь пьет его своей булавой и сбивает с ног после чего омнимэн жестоко бьет его ногой по голове и разламывает его череп кинг был в шоке от увиденного и начал звать сайтаму генос в порыве ярости врубает свою мощность на полную и заряжает свое ядро для супер испепеляющей пушки но он не успевает это делать так как зверь прерывает его мощнейшим ударом в корпус который пробивает его защиту и валит геноса на землю вот же черт опять эй а ну отойди от него сразись со мной я тут сильнейший человек на земле мне нужно хотя бы потянуть время до появления сайтамы который я надеюсь скоро придет ну или других героев где же все боевой зверь поворачивается к книгу и идет к нему я слышу грохот это так называемый мотор кинга ахахаха посмотрим на что ты способен он идет ко мне все это мой конец некоторое время назад где-то в городе эй ах монстры а чего он делал в той странной штуке я ему сейчас устрою а что это за шум сайтама поворачивается и замечает неподалеку магазин где на рекламном щите написано распродажа распродажа высококачественного мяса ура а то из-за того идиота я уже потерял то что купил сайтама ни о чем другом не думая идет в магазин так как ему плевать что происходит если это касается распродажи он сделает все что угодно чтобы туда попасть чем ему помог боевой зверь который закинул его в город сайтама зашел в магазин и увидел длинную очередь вот же придется подождать очередь сайтама дошла и взяв высококачественное мясо и капусту он идет домой а дом его находится где-то в городе где в данный момент и происходит сражение героев против боевого зверя и омнимена тем временем на месте сражения стальная бита только что умер от рук омнимена который проломал ему черед боевой зверь расправился с геносом единственный герой который остался на поле битвы это кинг который отвлек зверя на себя чтобы он не добил геноса в надежде что сайтама придет или появятся остальные герои кинг покажи на что ты способен надеюсь ты меня не подведешь мотор кинга начал рокотать сильнее и этот звук начал раздражать зверя как же меня бесит этот грохот чего ты стоишь не хочешь атаковать первым хорошо я начну а генос тебя что опять побили учитель простите я вас подвел опять он черт мне нужно свалить отсюда поскорее иначе мне точно конец о сайтама ну наконец-то ты кто еще такой уйди с дороги омнимэн видит сайтаму и понимает что у него нету ни малейшего шанса против него поэтому пока они говорили он резко поднялся в небо и улетел оттуда подальше а улетел сайтама сайтама с одного удара впечатывает боевого зверя в обломке здания разрывая его тело на части звер не успел даже понять что произошло как смерть настигла его достали блин ненавижу когда меня зовут по геройскому имени надо будет опять обратиться в ассоциацию героев и попросить их изменить мое имя учитель вы в порядке а да все нормально а ты сам то как жить будешь да я буду в порядке мне не просто нужно стать сильнее учитель извините я да ладно тебе генос ты сегодня проиграл но завтра ты будешь еще сильнее так что не стоит опускать голову так точно учитель вы очень мудры генос ты серьезно что ли ну да ладно я рад что сайтама пришел вовремя если бы не он мы бы все сдохли пока они говорят бэнк вместе с гару практически одновременно приходят в себя сайтама замечает старика бэнка и кричит ему в порядке ли он тот радуется встречи сайтама и осмотревшись он понимает что сайтама расправился со всеми а еще серебряный клык бэнк был тронут тем что гару пришел спасти его но неожиданно его разочаровала смерть стальной биты сайтама и остальные пошли домой на место событий пришла ассоциация героев и забрала всех пострадавших и павших героев в бою где-то в космосе от земли несколько тысяч километров черт этот ублюдок он расправился со всеми сильнейшими воинами Вильтрума из одного удара императором трага если слухи не в рот то на далекой планете Вилькрус есть сушество способное позвать кого угодно из других вселенных которых бесконечное количество я сделаю все чтобы уничтожить тебя Сайтама дождись меня